Скрытой камеры, которая следит за окном Димы, это было довольно-таки стрёмно. Жесть! Майни вновь с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на новое видео от Брайан Мапса. Называется оно «За моим другом следили». Окей, давайте смотреть, почему там следили, как следили, зачем следили. Ого! Брайан Мапс, можно вопрос, зачем? Привет. Получилось напугать? Ну что ж, ребята, кажется, вам понравилась рубрика, где я рассказываю страшные истории из своего детства. И сегодня очередной выпуск, где я расскажу вам одну историю. Сегодня пойдем не по количеству, а по качеству, как мне кажется. Потому что прошлые истории, которые я рассказывал, были прям уж совсем из раннего детства. А это произошло не так давно, в 2015 году. Или же это был конец 2014, ну, в таком вот временном промежутке. И я как раз-таки заканчивал 9 класс. Это, кстати, по-моему, ЕОГ, ЕА, как это называется теперь, херня вот эта вот. Отменили, да? И из-за карантина. Вот это вам повезло, да? Как я сказал из-за этого гребаного экзамена. Из-за гребаных репетиторов. Ну, точнее, они не гребанные, просто мой мозг гребанный, потому что я ничего не понимал. Ну, ладно, давайте перейдем к истории. И да, она не будет прям уж такой страшной. Ну как? Она не будет страшной по отношению ко мне. Она будет страшной по отношению к моему другу. Потому что он боялся. Не. Но это я сделал так, чтобы он боялся. Звучит. Вот хитрец. Ах, блин. Грозно. Так вот, мне 15 лет. Ты колбасы пранки делают. Я жил, как раз таки, последний год в своем старом городе, Кеней. И так как это был довольно небольшой город, мы с моими друзьями-одноклассниками жили практически через дорогу. Так вот, решили мы собраться у меня с ночевой с моими друзьями Димой и Димой. Да. Одного из них вы, кстати, знаете. А некоторые даже знают, наверное, и другого Диму. И это еще со времен Майнкрафта. Давайте я буду называть Дима-1 и Дима-2. Я не знаю, как по-другому. Дима-1. Дима-1 жил в частном доме через дорогу. У него был довольно-таки большой двухэтаж. Блин, у меня знакомых Дим практически нет. Вот вообще. Зато вот Владов знакомых. Ну, как знакомых. Те, кто со мной учился. У меня со мной учился тоже один Влад. На параллели был Влад. А вот Саш, от Саш их было миллиард. Вот Александр, Александра. Их было просто тысяча. Все назвали всех Саша. Это так тупо. Дима-2 жил в соседнем от меня доме в квартире. Мы с ним жили в квартирах. Так вот, жертвой моего розыгрыша становится именно Дима-1. Да, это был розыгрыш с моей стороны. Довольно-таки жестокий. Почему я вообще вспомнил эту историю? Потому что один мой друг недавно спросил у меня. Макс, а почему ты никого никогда не разыгрываешь? Так вот, вот почему. Разыгрывал? В общем, обычно мои розыгрыши переходят все границы. Не знаю, почему так. Как говорится, резко, но метко. Am I right? Так вот, собрались мы с двумя Димами на ночевку у меня. Обычно мы любили оставаться у Дима-1 на ночевку, потому что у него был большой дом. А у меня была небольшая квартира. Но в эту ночь мы решили остаться у меня. Ну и, собственно говоря, мы занимались нашими обычными делами. Я даже не помню, что мы вообще делали, когда оставались у Димы на ночевку. Я помню, что мы делали, когда мы оставались у Димы на ночевку. Мы просто играли в Mortal Kombat. И смотрели фильмы. И жрали роллы. Ну так вот, мы, по-моему, во что-то там играли. В GTA 5, кажется, на ноутбуке. И тут моему другу Диме-1 приходит сообщение ВКонтакте с неизвестной страницы. Сообщение какого-то такого содержания. То есть там были какие-то символы непонятные. Мы подумали, что это наверняка какой-то спам, либо кого-то из его друзей взломали, просто переименовали страничку. И теперь отсылают какую-то херню. Но нет, этого пользователя не было у него в друзьях. И мы решили по приколу перевести, что означают эти символы. Забили их в гугл-перебочек. И там была довольно-таки стрёмная картина. Я вижу тебя, я слежу за тобой, я убью тебя. И всякого такого рода угрозы. Крипота, крипота. Ну, мы сначала довольно-таки скептически отнеслись к этому, потому что так мог сделать кто угодно. Но скептиками мы были недолго. Потому что потом с этой страницы было отправлено видео, в котором, внимание, были окрестности нашего района. То есть я сейчас наверняка уже не смогу найти эти видео, потому что, ну это было очень давно. Но в общем, по памяти видео было снято от первого лица ночью. Это действительно хриповато. И это всё они сделали? Это всё Брайн Мапс сделал? Катерец. С фонарём. То есть со вспышкой от телефона. Кто-то просто ходил по нашим окрестностям. И всё. Мы немножко напряглись, потому что... Ну, какого хрена? И решили попереписываться с этой страницей. Насколько я помню, мы написали «Ты кто?». А в ответ нам было отправлено ещё одно видео, после которого мы, блин, уже пересрались. Потому что это было, я так понимаю, продолжение первого видео, где от первого лица кто-то идёт с фонариком. Только на этот раз этот кто-то шёл прямо за Димой. Кто-то снял, как следит за Димой, твою мать. Это было уже нихрена не смешно. Жесть. Но с другой стороны, мы всё же сейчас относились к цены с долей скептитизм. Потому что, ну, может быть, это нас кто-то разыгрывает. Если ты сделал Брайн Мапс, какой он же хитрец. Дима один, к которому и приходили эти сообщения, довольно-таки напрягся. Это было видно. Но Дима два довольно-таки до сих пор скептически к этому относился и думал, что это... Конечно, не к нему же пишут. Да, это всё фигня, братан. Вот если мне писали, вот мне фигня. Ну ладно, решили забить на эту тюрьму, потому что видео-то старое. Видно было, что это не сегодня было снято. И решили забить и продолжили играть дальше в GTA с Димой два. А Дим один не захотел так просто забивать на эту тему. Он продолжал переписываться с этой страницей и в итоге через несколько минут изрядно так обосрался. Потому что было отослано третье видео. От первого лица шла видеосъёмка окна Димы один. В котором Дима один сидел за компьютером. Это было как будто видео со скрытой камеры, которое следит за окном Димы. Это было довольно-таки стрёмно. Жесть. Ну, вы можете себе такую... Это Брайн Мап всё так подснял. Но это слишком жёсткая шутка. Это очень жёсткая шутка. Но насколько она круто сделана и спланирована. Но очень жёсткая шутка. Представить, да? Что это довольно-таки стрёмно. Получить такое от неизвестной страницы с какими-то символами. Ещё и такие видео, где за тобой следят. Дима два всё так же скептически... Как это ужасно звучит. Всё так же скептически относился к этой ситуации. А, да. И ещё на этом видео было очень странное звуковое сопровождение. Я не знаю, смогу ли я найти это видео. Но если я найду, я вам всё буду вставлять. Но вряд ли я найду. В общем, там были какие-то странные низкие голоса, которые что-то шептали в камеру. И при этом шла съёмка, как Дима сидит за компьютером через окно. Понимаете, насколько это стрёмно было, да? Ему, наверное. Ну и мне тоже, на самом деле. Потому что я живу через дорогу. Мы сейчас находимся у меня. Вдруг эта херня сейчас ко мне придёт. В общем, эта страница ещё продолжала... Так я не понял, это он пранковал его? Или кто-то другой пранковал? Я теперь уже что-то потерялся, блин. В память какие-то символы непонятные. Мы их периодически переводили. И там, в принципе, были сообщения одинакового содержания. Я тебя вижу, я уже здесь. Я скоро приду. И прочий буллщит. Потом в ход пошли фотографии. И там были фотографии, которые Дима никогда не видел. Фотографии, на которых изображён он. И которые он никогда не видел. В общем, мы долго думали, кто же это может над нами так шутить. А это был правильный. Потому что мы догадывались, что наверняка это просто чей-то пранк. Но потом... Это... Слишком сильно. Эта страничка прислала фотографию из дома Димы. Внутри дома Димы. И там было написано, что я уже рядом. Вернее, я уже внутри, что-то типа того. А чтобы вы понимали, у Димы были родители дома. Это очень жёстко. Брайан Мапс, ну это слишком жёстко. Это уже был самый перебор. Что он сейчас позвонит маме и скажет, что у них в доме маньяк какой-то. Мы его с другим Димой отговаривали это делать. Потому что, ну блин, ещё непонятно, что это такое. Возможно, это всё же чей-то пранк. И так оказалось. Это был мой пранк. Я не думал, что дойдётся до такого, что у Димы реально начнётся паника. И что он будет готов на полном серьёзе позвонить в полицию. Это было довольно непонятно. Да я тоже позвонил. Родители всё-таки страшно же. Я не знаю, я обозрался. Если бы он позвонил в полицию, тогда бы мне не поздоровилось. Когда это всё бы вскрылось. Я не помню. Я не помню, для чего это я всё затеял. По-моему, я хотел снять какое-то видео на канал, кстати. Но потом у меня это не получилось. И я просто решил поприкалываться над Димой. То есть я хотел снять такой видеопранк. Потом выложить это всё на канал. Как я это всё подготавливал. И по-моему, у меня ещё остались какие-то видео-отрывки. Где я показывал, как я записываю голос для видео. В общем, если я всё-таки найду, я сейчас ставлю сюда. Да. Ухалдасити. Рассказываю, как всё было. Всё понятно. Где-то за пару дней до этого, когда у меня ещё только рождалась эта идея, мы с Димой гуляли. И потом, когда мы расходились, я просто решил подснять со стороны, как он уходит к себе домой. И делал это так из кустов, из углов, будто бы за ним кто-то следит. И вы наверно скажете, блин, ну если это видео было снято пару дней назад, в тот момент, когда вы с Димой расходились, он должен был наверняка догадаться, что это я снимал. Да ну, не обязательно. Но дело в том, что я всё очень беспалевно отправлял. Но слушайте, как всё было дальше. Дима пошёл к себе домой, зашёл домой, а я обошёл его дом. У него там с другой стороны забор сломан, кажется, был. И там можно было пройти, проникнуть к нему во двор. И, в общем-то, я не знаю, как не забоялся это делать на самом деле. Я проник к нему во двор, увидел, что он за окном сидит дома за компьютером, и решил подснять это тоже, как будто за ним кто-то следит. Максималити крипота, блин. После чего я вернулся домой и наложил на все эти видосы стрёмные звуки голосов, а записал их сам, и просто понизил тембр голоса через программу. Плюс различные страшные фильтры, 25 кадры и всякое такое. Далее я создал страницу, и уже когда через 2 дня мы решили собраться у меня, в этот вечер я начал всё это отправлять. Фишка в том, что я отправлял это очень беспалевно. Буквально Дима отвернётся куда-то, я нажимаю быстренько отправить. На ноутбуке у меня была открыта моя страница, чтобы было видно, что я там не с какой-то другой страницы сижу. А в телефоне я зашёл как раз-таки на эту страницу, и буквально Дима там отлечётся на что-то... Это дико жёстко. Если меня так бы вдруг пранкало, я бы сначала в лицо он ударил, потом сказал, хороший пранк, но я тебе в лицо ещё раз ударил. Пожалуйста, чтоб ты так больше не пранковал у меня обмудок. Я пишу всё по херню. То есть у меня было заготовлено там это всё. Плюс моя, хоть и тупая, но в тот день, наверное, правдивая актёрская игра. О, Господи, кто это отправляет тебе? Ну нет, конечно, не так убого. Ну, около того. Ну так вот, второй Дима в середине пранка уже начал подозревать, что что-то тут не то. И он начал подозревать меня в этом. Потому что один раз, кажется, он спалил, потому что я там в телефоне что-то делаю. И потом, когда я вышел в туалет, он подошёл ко мне и спросил, чувак, это ты делаешь? Я говорю, ну да. Ну и он решил меня не сдавать. Мы решили продолжать этот пранк уже вместе. Собственно, я не думал, что пранк зайдёт настолько далеко. Я всё же думал, что Дима даже не обратит внимания на эту херню. Но он обратил внимание. Да я тоже обратил на самом деле. И дошёл до того, что он захотел позвонить в полицию. Я решил остановить пранк и уже потом признался, что это я. И Дима меня чуть не убил. Но прошло время, и он уже тоже со смехом относился. Не, ну я тоже через время со смехом, поэтому он относился. Но сначала бы я в лицо ударил. Типа, это жестковато. Именно поэтому я решил бы не пестрить розыгрышами. Потому что у меня ещё до этого розыгрыша были тоже моменты, которые зашли слишком далеко. В общем, поэтому я никого не разыгрываю. Вот ответ. Топ-10 пранков, которые зашли слишком далеко. Вот это про Дмам Мапса, блин. Проводство всяких стрёмных видео у меня уже тогда был. Потому что к тому времени я уже выпустил видео под названием Брань Мёртв. Это тоже был один из розыгрышей, только уже над вами, зрителями. Я даже специально тогда в социальные сети не заходил несколько дней перед выпуском этого видео. Чтобы была видимость, будто бы я реально пропал. Очень красиво. Какие милые розыгрыши. В комментариях, если хотите. Я, кстати, не видел этот оригинальный ролик. Продолжение этой рубрики. Также напишите в комментариях о похожих ситуациях, которые произошли с вами, если у вас такие были. Мне будет интересно почитать. На своём был, как всегда, Брайан. До скорой встречи. Пока. Настолько в жёстких розыгрышах. В этот раз не получилось. В этот раз не получилось. Разограть меня. Но розыгрыш жёсткий. Ну, это очень круто. Но очень жёстко. Ух, блин. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите подписывайтесь на Брайан Мапс. Пишите ему. Ну, ты жёсткий пацан. Вообще, блин. Также можете подписаться на мой канал. Если вам нравятся реакции. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик. Мне было бы очень приятно. А розыгрыш, конечно, жескач. Жескач. Я бы тоже пересрал. Вот честно говорю. Я бы, наверное, если было бы не лет 15, я бы дикого пересрал. Хотя, наверное, даже если мне сейчас было бы 22, я просто взял бы... Я бы говорил, что дома, хорошо, я иду. Я бы с дубинкой пошёл. Ну, да. Вот такие вот дела. Розыгрыши. Это жёстко. Жёстко. Эх, блин. Ну, последняя фотка, там, где он был в доме, это был вообще уже грязный приём. Грязный. Ладно, ребята. Ссылка на оригинал в описании. Опять же повторюсь. Всем удачки. Всем пока. Пау.